Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас долгожданный видеоролик по Вулкану с тестом нового устройства, которое у нас вышло с новым ультраскином, с новым переделанным Вулканом. Посмотрим, как оно вообще действует с себя в бою. Я, честно говоря, не жду от этого устройства чего-то невероятного, потому что я видел, на что оно способно. Да, это устройство про резинные снаряды, то есть у вас нереально большое количество рикошетов от стенок имеется. Ну и есть также определенный минус, то что с этим устройством у вас частота нанесения урона поменьше. То есть вы медленнее наносите урон, ну и значит, соответственно, урона у вас как такового уже будет меньше по противнику нанесенного. Данное устройство эффективно на тех картах, где имеется довольно большое количество стеночек. Посмотрим, попробуем вообще сегодня его как-то жестко реализовать. Ну и посмотрим, удастся ли мне это вообще сегодня сделать. Я, наверное-таки, сыграю одну катку в захвате флага, одну в контроле точек, как у меня тут по заданкам в принципе имеется. То я как бы и планировал. Начнем с захвата флага. Сегодня подготовил, ну, не хоречек, то есть не хочу играть на одном и том же корпусе постоянно с данной пушкой. Попробуем сегодня поиграть на Хантере. Посмотрим, как Хантер себя сможет реализовать вообще с данным интересным устройством. Ну и отыгрывать под это устройство надо тоже как-то неординарно. На этой карте, я думаю, что здесь вообще делать нечего. Поэтому сразу перепикиваем. Здесь без обид надо просто максимально удобную, наверное, карту какую-то найти. Ну, либо хотя бы какую-то с домами, со стеночками. Но на бойне, что я там буду отстреливать? От чего? О, с таким устройством я точно ничего не отстреляю. Ну, вот на Рио можно уже попробовать. Здесь стенок, в принципе, хватает. Катку закидывает 5 минут до конца. Ну и давайте уже начинать наносить урон. Пытаться искать стеночки, пытаться находить где-то урон. Что касаемо нанесения урона, есть определенный, конечно, плюс в том, что вы можете стрелять, ну, в любое место. То есть, вот, я, например, нахожу одну стеночку, нахожу вторую стеночку. Если, например, у меня имеется большое количество противника, на каком-то определенном участке я могу просто зажать, там по 5 урона каждому выдать и, соответственно, в матчмейкинге заработать дополнительный опыт с каждого игрока. Но тут крит ошибка, я не знаю, как такое бывает. То, что я вот вторую катку только зашел в танки и уже крит я здесь получил. Надоедает мне эта вся ситуация. Наверное, надо уже потихонечку видеоролики хотя бы записывать в HTML, чтобы вы не смотрели на то, как я постоянно обновляюсь. Там критов, я думаю, что, ну, на протяжении 20-30 минут точно не будет. Поэтому полноценный видеоролик без никаких выходов и обновлений там записать можно будет. Ну, а что касаемо боя, здесь уже остается 4 минуты до конца. Я, в принципе, по пару-тройку стеночкам там урон наносил. Но вышел, я так понял, парней там добили и мне ничего там не накидало. Поэтому будем стараться, будем стараться сейчас наносить урон исключительно от каких-то стенок. Не вижу смысла особо пушить, не вижу смысла особо пытаться вырываться куда-то вперед. Пытаться надо искать какие-то стенки, наносить урон. Возможно, и так просто можно, да. Можно и стрелять из каких-то укрытых позиций. Да, то есть, если сейчас я наношу просто спокойный урон, то, например, в каком-то моментике можно было бы наносить урон, например, там от стеночки. Какой-то, как я стоял под левый фланг, то на это довольно эффективно будет работать. Эффективно будет работать так же, если я буду, например, находиться где-то под большим количеством стеночек. И за счет этого уже наносить урон. Понятное дело, что всегда и везде у вас не будет получаться находить такие интересные стенки и стрелять их где-то из укрытий. Но пробовать определенно можно. Для матчмейкинга я считаю, что данное устройство сейчас, ну, не подходит полноценно. Да, возможно, имеются какие-то определенные карты, где можно реализовать. Но давайте попробуем для начала играть хотя бы данный бой до конца и еще один боечек сыграть. И там я уже выскажу полное свое мнение по этому поводу, что я вообще думаю по этому устройству. Ну, попытаемся, давайте вот сейчас мне кидать этот урон. Как раз противник мне ничего не сможет нанести, а я вот так могу нормально понаносить. Одному, второго, третьего. Главное сейчас не начать гореть. Второго. Ну, теперь можно было бы еще и третьего. Ой, зря я с ним спустился. Начинаю гореть. Довольно жестко сразу начинает гореть. Пушка, притом, рассказывает то, что я еще и резист от вулканчика себе. Ой, от какого вулкана говорю? От... Отжиги одел. Боже, я уже даже забыл, что я хотел сказать. Отжиги одел. 4-1 ведем. 145 опыта. Но если занимать такие определенные позиции, стрелять из укрытий таких небольших, то я думаю, что можно эффективно использовать данное устройство. Ну, сами поймите, что всегда я не буду, например, стоять, да, на таких позициях. И то, что дополнительно при этом я ничего не имею, да, у меня медленный поворот башни, у меня раскрутка долгая вулкана, то есть при стрельбе в упоре с противником у меня не то, что нет преимущества, у меня только минус в том, что у меня еще и урон с устройством наносится медленнее, то есть уже имеется какой-то определенный минус перед противником, и если я не нахожу какую-то нагибаторскую стенку, от которой я буду отстреливать, то, по сути, уже и эффективность этого устройства минимальна, просто минимальна, да и, может быть, даже и как бы и бесполезна. Наши тиммейты привозят флажочки, я здесь, конечно, 200 опыта наколотил, но было бы неплохо, наверное, сейчас попасться в какую-нибудь каточку в контроле точек. Я думаю, что максимально эффективно можно использовать такое устройство на каком-нибудь редалерте, да, занять, например, позицию на каналах и начинать отстреливать на центральных домиках, там постоянно противник кучкуется, либо на какой-нибудь том же песке, да, тоже есть довольно большое количество таких приятных стеночек, от которых можно порикошетить, если противник, например, пушит, или занимать вот эти вот боковиночки, с этих боковиночек там тоже такие углы неплохие, об которые можно будет рикошетить. Ну, а так, даже вот тот же полигончик, да, шикарная карта для отстрела, главное сейчас подумать, какую лучше здесь позицию выбрать, я вот думаю, что вот от этой стенки, например, можно эффективно наносить урон, если там будет, конечно, противник. Так, одного я там зацепил, отлично, давайте по этому сейчас понаносим немножко урон, и вот сейчас туда от стенки можно было бы накидать, я думаю, что дэмэджи, если бы там противник сейчас находился, то было бы это максимально эффективно. Так, а пока, а пока я понимаю, что у нас там и противников что-то очень мало, пока что никто не выезжает особо на точку, но я попытаюсь понаходить стеночки. Так, там одна стеночка находит себя, находит дополнительный дэмэдж, и это очень даже неплохо. Так, начинаю гореть, потихонечку надо прекращать с этим нанесением урона. Довольно большое количество стенок рикошетит данный вулкан, да, понятное дело, что с каждой последующей стеночкой урон там уменьшается, и не такой уже большой начинает вылетать, но если, как я уже сказал в начале данного видеоролика, вы работаете исключительно на то, чтобы не слить противника, а заработать дополнительные 5 очков опыта за то, что вы нанесли хотя бы минимальный дамаг по противнику, то его можно эффективно использовать, и за счет этого зарабатывать дополнительный опыт. Также с небольшим трудом, реально, единственный, наверное, вопрос только в том, в каком большом количестве вы сможете заработать это количество опыта. Здесь уже у меня даже у самого имеется вопрос, хватит ли мне, например, такого количества опыта для занятия, например, первого места в катке. Это надо даже рассмотреть, подумать. Может быть, хватит, может быть, нет. Если нормальный тиммейт, а вот, например, от этой стенки там под низ... Ох, там под низ стреляется! Ничего себе, подождите, подождите. Пусть-ка там на что-то сюда урон. Смотрите, смотрите, куда урон улетает. Смотрите, куда урон улетает! Там челик на респе стоит, я в него попадал. Офигеть, вот это в шоке я сейчас, конечно. Не, неплохо, неплохо. Когда вот так от стеночек надстреливается, и прям на респ можно зацепить, это, конечно, круто, это прикольно. Но не всегда это, конечно, так эффективно будет у вас работать. Это надо тоже, конечно же, знать. И урон. Также у вас не будет вылетать всегда настолько большой, что вы можете наносить его по противнику. И он, например, там будет улетать на респе, прямо жестко, резко, быстро. Ну, на таком полигончике, когда противник стоит на респе, то понаносить урон, я думаю, что от таких стеночек можно. Но вы видели, в какой маленький пикселечек, грубо говоря, я там накидывал. Там такой промежуточек есть между стеночкой. И довольно эффективно у меня получалось там нанести данный нагибаторский урон. Также многие говорят, что не совсем приятный звук у вулкана сделали, который сейчас уже имеется у нас в игре. Я, если честно говоря, мне он понравился. Может быть, кому-то он не нравится. Может быть, кого-то он не впечатлил. Я скажу, что, как по мне, даже немножко приятнее стал. Но это лично мое субъективное мнение. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Ну, а я хочу лишь, наверное, понаносить еще как можно больше урона от стеночек. И за счет этого попытаться еще и забрать здесь топ-1 место в данной катке. Вот там, конечно, стеночку, если бы я нашел, было бы довольно-таки неплохо. Но здесь можно... Не знаю, даже стенки, по сути, не надо. Здесь надо просто в упоре наносить урон. К слову, насчет хантера. Вы видите, что я вообще не реализую овердрайва. То есть я стою на таких позициях, где лучше всего будет использовать уж точно не хантер. Возможно, викинг, возможно, какой-нибудь титанчик. Ну, а лучше всего, наверное, будет все-таки хорек. Как я уже говорил, данный хантер я выбрал исключительно из тех домыслов и размышлений. Потому что я не хотел записывать только исключительно на хорьке все видеоролики с вулканом. Поэтому сегодня выбрал другой корпус. Но что касаемо данной катки, вроде как она у нас складывается неплохо. Две с половиной минутки до конца остается. Одну точку мы здесь контролируем. Ну и, честно говоря, вы сами все видите. Вы сами все видите, то, что устройство хоть и хорошо рикошетит, но его намного и не хватает. То есть вы, по сути, в большинстве случаев вообще не нуждаетесь в этом рикошете. Бывают какие-то рандомные рикошеты просто залетают, и вы наносите какой-то непонятный урон по каким-то вообще позициям, где вы даже сами не видите. И как туда может залететь, тоже не понимаете. Но вы сами понимаете при этом всем раскладе, что этот урон довольно-таки маленький. То есть он работает исключительно на то, чтобы получить 5 очков с танка. Если там его кто-то добьет, то вы, соответственно, этот опыт и получите. Но никак не убить противника, потому что урон наносится довольно-таки маленький. Сейчас вот, например, там каких-то стеночек я понаносил урон. Ну а также, соответственно, можно было бы наносить этот урон не от стенок, а наносить урон, например, просто кидая наперед по противнику. И при этом, играя, например, без устройства, у меня бы частота нанесения урона была бы выше, нежели с этим устройством. Поэтому довольно-таки двоякие мысли у меня по этому поводу. И, наверное-таки, в данный период времени эффективность этого устройства минимальна. Да, оно, возможно, какое-то такое определенно фановое. То есть поприкалываться, постоять, чисто вот так вот порофлить от стеночек, пострелять можно. Но если мы рассматриваем данное устройство как устройство для скилла, для нагиба, для улучшения качеств вашей игры, то в данный период времени, я думаю, что оно вообще абсолютно неэффективно в боях, даже при том раскладе. То, что сейчас я как бы номинально являюсь первым местом в этой катке. Ну, я даже не могу сказать, что оно тут наносит какое-то колоссальное количество пользы, вот эти вот выстрелы от стеночек. Да, это прикольно, это фаново, это красиво смотрится, то, что вы так можете рикошетить от каждой стеночки. Но это не тот самый нагиб, который я привык для вас записывать, говорить, что это круто нагибает, это жестко, это тащерски, да. Это, наверное, вот одно из тех устройств, которое покупать явно не стоит. Оно не является каким-то сверхкрутым, сверхнагибаторским. И, наверное, придуманный исключительно для тех игроков, которые могут себе его позволить приобрести. Например, какой-нибудь там Артемчик или Аветис Мергелян, у которых там по 10-15 миллионов кристаллов в гараже. Они могут приобрести себе данное фановое устройство, порофлить, поприкалываться, понаносить урон от стеночек. Там, например, на своем респе зажаться, да, и сидеть и рофлить по стенкам, накидывать урон и говорить, изи каточка мы даже не выезжаем, а наносим красиво урон по противнику. Ну, а если рассматривать данное устройство как устройство, которое может жестко раздамажить, дать вам буст по очкам, то есть вы с ним сможете неплохо так подформить, то это явно не про данное устройство. И если у вас не имеется в гараже большое количество кристаллов, то я вам точно не советую покупать данное устройство и вообще акцентировать свое внимание на нем. А вот, что касаемо тех устройств, вернее, одного устройства, которое я уже до этого рассматривал, комментировал, ну и обозревал вообще в целом. Это усиленные приводы наводки, которые стоят 20 тысяч кристаллов. Вот об этом устройстве вы можете целиком и полностью задуматься. И если не смотрели тот самый видеоролик с этим устройством, то где-то сейчас я даже, наверное, прикрепил подсказочку. Можете перейти и посмотреть. Ну, а на этом данный видеоролик подходит к концу. Спасибо вам, ребят, всем за просмотр, кто его досмотрел до данного моментика. Прожимайте лайк на данный видеоролик, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также заглядывайте на стримы, которые проходят ежедневно в районе 22 часов вечера по московскому времени. Если вы еще об этом не знали, то я вам такую информацию только что рассказал. Ну а с вами был Мастер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.